Всем привет дорогие подписчики и гости канала. Смотрите какую я красивую вкуснятину приготовил из кабачков со сметаной и чесноком. И я хочу поделиться с вами таким рецептом. Если заинтересовало, то смотрите видео дальше. Приятного вам просмотра! Для приготовления жареных кабачков я беру кабачки весом 500 грамм, в количестве трех штук. Нарезаю эти кабачки кружочком толщиной не больше сантиметра. Вот такие примерно. Кабачки такие готовятся очень просто. Получаются очень вкусные. Подойдут для любого праздничного стола или просто как закуска для гостей. Кабачки я все нарезал. Кстати, если вы заметили, они у меня были уже заранее очищены от кожуры. Убираю пока в сторону. Далее подготавливаю льезон. Разбиваю в миску два яйца. Добавляю сюда треть чайной ложки черного молотого перца. Пол чайной ложки соли. И все это взбиваю. Все, на этом льезон мой готов. Далее подготавливаю муку. Беру пол стакана муки. У меня цельнозерновая. Вы берете обычную, если хотите. Добавляю сюда две чайные ложки кунжута. Пол чайной ложки соли. Треть чайной ложки черного молотого перца. Все хорошо это перемешиваю. Чтобы соль, кунжут и перец распределились по всей муке. Ставлю на плиту сковороду. Наливаю растительное масло. Примерно три столовые ложки. И пусть стоит, пока разогревается. Беру, накалываю вилкой кабачок. Окунаю его в яйцо. Затем в муку. От муки хорошо оттряхиваю. Опять в яйцо. И на сковороду. И так повторяю с каждым кабачком. Прошло полторы минуты. Кабачки я переворачиваю. Жарю еще где-то полторы-две минуты. Ну все, с двух сторон мои кабачки обжаривались. Теперь я их выкладываю на тарелку, на которую выложил геркаметную бумагу, которая будет впитывать весь жир. Как я и говорил, это готовится очень быстро и просто. Главное заранее все подготовить. На весь объем кабачков у меня яиц не хватило. И дальше я просто макаю в муку кабачки и обжариваю их просто так. Периодически еще подливаю масло, потому что кабачки все впитывают масло. Пока готовится моя последняя партия кабачков, я смешаю сметану и 4 зубчика чеснока. Сметаной я взял около 200 грамм. Чеснок натираю на мелкой терке. Вы можете через чеснокодавку или так же на мелкой терке, как и я. Чеснока берите по вкусу. Если не любите слишком много чеснока, берите меньше. Все перемешиваю, чтобы чеснок распределился по всей сметане равномерно. Ну и все. Мой соус к кабачкам готов. Можно сюда, если хотите, добавить укроп еще. Видите, поострее можно еще там перца добавить, красный, черный. Кабачки я свои дожарил. Теперь буду красиво перекладывать их на другую тарелку. Распределяю по всей поверхности тарелки. Кстати, вот последний, который я жарил с мукой, просто без яйца, на них отчетливо виден кунжут. Если у вас нет кунжута, непринципиально его добавлять. Можете и без него. Пока я жарил кабачки, я периодически добавлял понемногу масла. Для того, чтобы в итоге много масла не оставалось в сковороде. И не тратили вы лишнего. Так, распределил кабачки. Теперь по чуть-чуть каждый кабачок я смазываю своим соусом. Так, слегка. Первую партию смазал, точнее, первый слой. Сверху накладываю вторым слоем. Так же все смазываю соусом. Ну и дальнейшем повторяю так со всеми кабачками. Все кабачки я разложил. Последние, которые я жарил, точнее, первыми с яйцом, я их разложил по краю. Вместо слоев и просто смазал. Ну все, теперь можно пробовать такую прекрасную закусочку из кабачков. Итак, пробую мои приготовленные кабачки со сметаной и чесноком. Возьму сначала на пробу те, которые я первыми жарил. Все круто, все обалденно. Чеснока как раз столько, сколько нужно. По соли, по персу, все угадал. И сами кабачки хорошо прожарились. Ну попробую еще один, который был просто с мукой. Вкус немного отличается, конечно, но это очень вкусно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго!